Обратиться к врачу в любое время суток могут пациенты кардиодиспансера. Для этого Кристина Переверзева разработала специальный опросник. Он предназначен для людей, которые выписались после инфаркта миокарда. Заполнять графы нужно, когда начинаются боли. Пациенту необходимо описать их характер и продолжительность, условия появления, принятые таблетки, а также указать, была ли вызвана скорая. Такая система позволяет пациенту и лечащему врачу следить за развитием болезни. Если с каждым днем становится все хуже, физическая нагрузка уменьшается, которая вызывает болевой синдром, количество принятых таблеток нитроглицерина увеличивается, болевой синдром становится все чаще и чаще, то пациенту нужна очная консультация кардиолога в ряде случаев госпитализации, а в некоторых случаях и проведение сложных методов лечения и диагностики, например, коронарангиографии со стентированием коронарных артерий. Идея родилась полтора года назад. Уже готов опросник. Данные в него будут присылать 250 человек. Это пациенты кардиодиспансера, которые готовы изменить свой образ жизни и следить за самочувствием. Вопросы составлены таким образом, чтобы человек мог провести самодиагностику, пока врача нет рядом, а также она напоминает о мерах профилактики повторного инфаркта. Если он начнет каждый вечер, например, с понедельника при возобновлении болей в грудной клетке заполнять этот опросник, то к следующему понедельнику мы увидим, что за эту неделю стало значимо хуже. В понедельник был один эпизод болей в грудной клетке, в воскресенье их было семь. Вопросов о том, что делать с пациентом в понедельник, в общем-то, не остается, его нужно класть в больницу. Когда пациент заполнит анкету, уведомление придет на электронную почту лечащего врача. Однако в случае с инфарктом речь идет на секунды, поэтому в перспективе опросник станет мобильным приложением. Уже готов дизайн, есть понимание основных функций. Например, приложение станет средством экстренной связи. Мы хотели бы, чтобы наше мобильное приложение могло определять геопозицию пациента. Есть те пациенты, которые уже не могут обратиться за медицинской помощью, да, они успели нажать кнопку на приложение о том, что с ними что-то не так. И если, соответственно, контакт с пациентом прерван, мы не можем ему дозвониться, ему не могут дозвониться родственники, то, по сути, должно случиться так, чтобы система определила, где находится пациент и была вызвана скорой медицинской помощью по этому адресу, для того, чтобы мы смогли спасти жизнь. Работа над проектом продолжается. Сейчас Кристина оформляет заявку для участия в программе «Умник». Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».